То Бог ели, яко Бог наш. ПЕСНЯ Вам, конечно, дорогие телезрители, знакомо зачитание слов «тот свет». Тот свет, куда уходят и откуда никогда не возвращаются. Разлука очень тяжела, но, тем не менее, есть связь между тем светом и этим светом. Это молитва. И в следующую субботу Святая Православная Церковь наша будет служить Большую Панихиду. Это называется Большая Вселенская Родительская Суббота, поминальная, о которой сегодня мы поговорим с протеереем Василием Тимчуком. Отец Василий, будьте добры. Итак, молитва — это связь между тем миром и этим миром. И в субботу это Дмитриевская поминальная суббота, которая уже установлена много-много-много лет. Действительно так, что в Святой Церкви установлена молитва у усопших. Это шесть раз в году сугубо, когда Святая Церковь молится за всех от века почивших христиан. И Святая Церковь всегда призывает каждого человека, чтобы он всегда, живя земной жизнью, помнил о будущем, о том, для чего он живет и как он живет, и чтобы он всегда помнил о своей душе. Потому что, независимо от земной жизни своей, человек не знает время, когда Господь призывает его. И именно молитва за своих родных, близких, она есть велика перед Богом. Мы знаем, что у Господа нет мертвых, у Господа все живы. В Святой Церкви установлен порядок поминания за Божественной Литургией. И потом, после Литургии Вселенской и Панихиды, это шесть раз в году, это суббота Мясопустная перед Великим Постом. Вторая, третья, четвертая субботы Великого Поста, Троицкая Родительская Суббота. И мы знаем, что и суббота Дмитриевская, которая носит свое название еще очень с давних времен, потому что, по преданию, еще когда Дмитрий Донской, он получил победу на Куликовской битве над Мамаем, то 8 сентября 1380 года, после этой победы, он возвращается и заезжает в Троицкую Сергиеву Лавру, где раньше перед этой битвой он получает благословение от преподобного Сергия Радонинского на эту битву. И преподобный дает из числа братьев монастыря двух иноков, схимников Александра и Андрея, которые тоже едут на эту войну и они там погибают. И именно Дмитрий Иванович Донской, он возвращается и он в этом монастыре служит панихиду за всех почивших воинов. И после этого он дает указ, чтобы именно перед 26 октября, Дню памяти Дмитрия Солунского, поминали в субботу всех почивших воинов. Потом в Святой Церкви было установлено, что в эту субботу и поминались не только воины, но и все христиане, которые отошли от этой земной жизни в жизнь вечную. И именно Господь показывает нам, что почему мы выбираем в Святой Церкви установленный день субботы, это для того, что мы знаем, что суббота, она есть день покоя. И мы знаем, что и вторая мысль, потому что сам Господь наш Иисус Христос, Он в субботу почил плотью после распятия, был во гробе. И всем людям, когда они погребаются, мы веруем и просим Господа, чтобы Господь простил всякие прегрешения, которые человек во время своей земной странствования, Он делает по знанию и незнанию, и не всегда человек достойно может приготовиться до встречи с Богом и давать ответ за прожитую жизнь. Потому что Святая Церковь именно сугубо в эти дни молится за всех почивших. Мы еще знаем, есть день Радоницы, когда молятся после Пасхи, во вторник, обширно служатся за упокойной литургией и идут на кладбище, чтобы помолиться за своих родных и близких. Мы знаем также, что в субботу называют родительское. Она свое название несет от того, что в первую очередь мы молимся за своих родителей. Поэтому, когда мы приходим в храм, мы подаем записки за своих родителей, которые уже утошли от этой земной жизни, также за своих родных и близких. Мы ставим свечечку, мы просим, чтобы Господь упокоился миром их души и просил всякие прегрешения, вольные и невольные. И также мы уповаем на милость Божию, потому что сам Господь Иисус Христос, Он есть милосердник для каждой души христианина. И Он сам, мы знаем, что сошел в ад, чтобы освободить людей. Мы уповаем на милость Божию и просим, что те мучения, которые претерпевают души усопших за свои греховные состояния, которые они провели в земной жизни, чтобы Господь смилосердился и смягчил эти страдания, и даже помиловал. Мы в это веруем, и каждый православный христианин, он старается все-таки приходить в эти дни, когда сугубо молятся, Святая Церковь молится за всех почивших, чтобы прийти и помолиться. Воздать в первую очередь хвалу Богу, и также попросить прощения за своих родных, близких, которые отошли от этой земной жизни в жизнь вечную, чтобы Господь помиловал и с миром упокол их души и даровал жизнь вечную. Это есть самая главная цель каждого православного христианина, как спасти свою душу. Но нужно пройти попроще земной жизни. И что удивительно, что для нас не знаем мы, когда Господь каждого из нас призывает. И потому цель каждого христианина — это чтобы благородно все-таки жить в заповеди Божьей исполнять, молиться. И мы знаем, что если и мы молимся за своих родных, близких, усопших, то и кто-то будет, и когда и нас Господь перезовет, будет молиться и кто-то за нас. Потому что Господь, мы знаем, всегда слушает наши зов души, и Он всегда ем милосерден, и мы веруем в милость и милосердие Божие для того, чтобы спасти человека. И это именно суббота Дмитриевска. Она и носит свое название. То, что великий князь Дмитрий Донской, он, как и сам, после боя пришел, чтобы помолиться за всех почивших воинов, он и дал указ, чтобы по возможности молились именно перед этим днем. Потому что Дмитрий Солунский, он был небесным покровителем Дмитрия Донского. И, подобравши этот день, он дал так, что оно осталось уже множество лет, когда Святая Церковь именно в этот день молится. Но молится и как за воинов, так и за всех православных христиан от века почивших. Отец Василий, будьте добры, молитва за усопших, это не только, чтобы облегчить и участь, но можно сказать, что это еще и связь между тем миром и этим миром. То есть как бы мир живой передает свой поклон миру тому. Ну, мы знаем, мы веруем в то, что святые отцы говорят, что плоть умирает, но душа, она вечная. И мы знаем, что даже если человек за земную жизнь, он имеет свойство стареть, плоть стареет, то душа у нас остается молодая. И даже в преклонных летах люди чувствуют себя как внутренне молодые. Они понимают, мы часто говорим, что какая-то боль внутренняя бывает, это боль духовная, если человек что-то чувствует. Мы не можем это все объяснить, но мы понимаем, что человек, он рождается. И такой пример есть тоже. Во время родов, когда покидает утробу материнскую ребенок, он тоже тревожится. Там есть своя тревога, и это как связь наша, как мы можем понимать, что связь с другим миром. Придет время, когда, как сказано, что и Господь восстановит нашу плоть, но она будет какая-то иная, другая. Мы не можем это объяснить. И чтобы не только спасти душу, но и спасти и нашу плоть. Но все зависит от нас. Вот мы бываем, что говорим, что семья, мы бросаем землю, она через несколько времен приносит плод, то есть возрастает. Но нужно время, чтобы оно было в земле. И так сами и человек, плоти он, с праху создан и в прах должен отойти. Но придет время, когда по зову Господню все люди воскреснут. И мы в это веруем. И мы понимаем, что и наша участь, что мы веруем, что за временной земной жизнью есть жизнь вечная с Богом. А если некому молиться, тогда молится церковь? Действительно так. Святая церковь всегда молится. Она всегда молится со словами, что за всех вождей, воинов, жизнь свою за веру и отечество положивших, за всех от века почивших отцев и братьев, сродников наших. То есть и за всех, за кому некому помолиться. То есть уже бывает так, что действительно человек живя, он уходит и род нет продолжения. То обязанность лежит на всю церкви, которая за Божественной Литургией именно возносит молитвы, чтобы Господь и помиловал, и Господь милует. Мы веруем, мы надеемся, мы молим Господа, чтобы Господь спас всех от века почивших православных христиан. Готовый Господь пришел в мир. Он пришел, чтобы не спасти человека, который живет праведно, но чтобы спасти человека, который сотворяет грех, чтобы его направить на путь истинный, чтобы не только грешники спаслись, но все люди, чтобы спаслись. Слава Богу, когда человек старается достойно жить в этой земной жизни, но мы понимаем, что человек есть неможен, только Господь был безгрешен и не было греха. А у каждого человека есть, и мы бываем, что мы обращаем внимание на какие-то более тяжелые грехи, а мелкие, повседневные, мы на них не обращаем. Это как есть свойство, норма нашей земной жизни. И потому и обязанность, чтобы мы всегда приносили покаяние, молились, и долг Святой Церкви и всех нас, православных христиан, всегда молиться. Молиться, в первую очередь, за своих родных, и также не забывать за тех людей, за которых уже нет кому помолиться. И мы должны всегда творить молитву Господню.